Микс Ньюс В студии доброе утро Доброе утро Ну начнем мы с самых актуальных новостей Вчера был подписан меморандум между несколькими университетами Что это, зачем это, почему это и что дальше Означает ли, кто-то изначально подумал, что это объединение При этом вроде как нет, каждый остается сам по себе Но общие проекты будут Да, этот меморандум был подписан между тремя региональными университетами Сельскохозяйственный университет, Велгаве Лепайский университет и Долгопилский университет И идея этого меморандума Это как-то реагировать на планы Министерства образования Сделать изменения в законе о высшем образовании По типологии вузов Что в университете может быть только те вузы У которых есть 4000 или больше студентов Но ни одному из этих вузов, региональных вузов и университетов нет 4000 И другое, чтобы улучшить показатель по научной деятельности И там сама идея меморандума фактически очень такая хорошая И поощремая, потому что это как-то объединить силы между тремя университетами Чтобы улучшить программы обучения Как-то устранить неоправданное дублирование программ И повысить научный потенциал Объединяя усилия между тремя вузами В принципе, там все звучит очень хорошо И так как есть такая поддержка для этого решения Со стороны Министерства образования А также со стороны самоуправления И Лепа, и Даугавпилса, и Ялгавы Так что я думаю, что там какой-то положительный эффект может быть Но если мы смотрим с точки зрения студентов Нынешних студентов или будущих студентов Пока очень трудно сказать именно, что будет изменяться Но возможно, конечно, то, что какие-то программы В будущем будет только, например, в Долгопилсе Или только в Ялгаве, или только в Лепае И не будет дублироваться между тремя этими вузами Но с другой стороны, если мы смотрим всю систему в целом Тогда эти программы так и так будут в каком-то вузе в Риге И тогда сказать, сколько вот это сотрудничество между тремя региональными вузами И как бы исключая из этой игры вузы Риги Это как-то, с одной стороны, все-таки кажется Пока еще очень такой незрелый проект И, конечно, это требует и дальнейших каких-то шагов В сторону сотрудничества Но главное, как будет важно, как САЭМ Уже в ближайшем будущем будет рассматривать изменения Предлагаемые в законе высшем образовании Высший школ закон Потому что это вопрос типологии сейчас открыт И там есть разные предложения И, может быть, эти критерии 4000 Или там какие-то критерии, которые сейчас предложены Со стороны Министерства образования Насчет научной деятельности Вообще не будут включены в этот закон И тогда опять вообще Но сама идея этого консорция Может быть, надо полностью изменять Я не говорю, что это вообще не надо продолжать Но сама идея консорции Сейчас это очень прямо Как-то реагировать на планы Которые записаны в проекте В законе высшем образовании Да, вот сейчас, я так понимаю, горячая пора Несмотря на лето, видимо, отпуск не предвидится И у вас тоже По крайней мере, комиссия Сейма по образованию Собирается и летом продолжить работу Над этими поправками в законе о высшей школе Ну, понятно, что не все внимательно их читали Но у многих из тех людей Из академической среды Есть подозрение, что идет вот такое Ну, или скрытое, или явное наступление На автономию вузов Может быть, если вы могли бы объяснить Какие самые такие вот Тревожные моменты вот в этом законопоекте Ну, самые тревожные моменты Это в двух направлениях Во-первых, это в направлении типологии Это, в принципе, который Который из вузов может себя считать университетом Который будет просто вузом прикладных наук И вообще еще неясный вопрос насчет колледжей Которые сейчас заведения Ну, учреждения по высшему образованию Но в будущем остается как-то не в таком неясной ситуации Но сейчас эти предложения И сама идея, что было бы хорошо Более четко определить Которые так называемые научные университеты Где более интенсивная научная работа И те вузы, которые больше занимаются Обучением будущих специалистов Для разных отраслей народного хозяйства Это, в принципе, конечно, очень правильная идея Но проблема заключается в том, что Министерство образования Включило вот такие критерии Которые очень трудно Ну, как-то объяснить или оправдать Почему вот именно 4 тысячи студентов Если у вас 4 тысячи, тогда вы Такой хороший университет А если меньше 4 тысячи студентов Тогда вы не научный университет Это, конечно, ну, просто с воздуха взятая такая цифра Которая очень, ну, тревожит всех Которые работают или учатся в этих вузах И второе, это такие научные показатели Которые по оценке научной деятельности вузов Которые определяются Или эта оценка проводится такими экспертами Которые приглашаются в Министерство образования Но, с одной стороны, это, конечно, хорошо Что есть такая внешняя оценка научной деятельности вузов Но, с другой стороны, там столько таких субъективных факторов Что просто из этого сказать Вот теперь Лепа и будет университет или не будет университет Это, кажется, ну, слишком такие серьезные меры Поэтому в это отношение А вторая проблема, это связано с управлением Самого вуза Где предлагается ввести совет вуза Новая такая, ну, институция вуза Сейчас у нас был ректор, сенат Сатверсм Саповца Такое, ну, такое Ну, собрание всех представителей Всех групп персонала Но в будущем предлагается еще дополнить советом Сам совет, это нечто плохое Потому что в многих странах есть такие советы Которые в основном занимаются стратегическим определением Стратегическим направлением вуза Это все очень оправдаемо И, наверное, и нужно в Латвии Но проблема в том, что Министерство образования Хочет этому совету дать такие полномочия Которые фактически замещает ректора Уже по управлению Таком повседневном управлении вуза По финансам По кадровым вопросам По структуре По разным вопросам Которые полностью уже в рамках Должны быть осуществлены В рамках самого автономного вуза А проблема в том, что этот совет В основном соорганизуется из внешних представителей Которые не работают в вузе Из представителей разных отраслей народного хозяйства Может быть из других каких-то отраслей Общественная деятельность И, конечно, там появляется очень такой существенный вопрос Как же люди, которые вообще в вузе не работают В принципе, в основном не специалисты по высшему образованию Они теперь будут управлять вузами И, конечно, те, которые говорят Что если это будет так введено Это как минимум будет такой Ну, невиданный хаос в высшем образовании И я думаю, что это довольно Такая справедливая Такая характеристика этого плана И, конечно, в этом заключается Как же сделать этот совет Который действительно занимается стратегическими вопросами Но уже не вмешивается Уже в повседневное управление в вузах Если в общем говорить о вот этих изменениях Касаются ли они только, например, этого числа студентов? Или там есть и наполнение как бы внутреннее тоже? Потому что мы понимаем, что сейчас идет реформа Содержания образования в основных средних школах То есть как бы все движется И там тоже много лет мы говорили о том Что нам тоже надо и в высшем образовании Тоже что-то менять Вот это планирование у нас должно быть более мудрым Для того, чтобы у нас не было переизбытка Каких-то отдельных специалистов Чтобы студенты сразу понимали Хотят они или не хотят Вот в этом могут быть какие-то изменения? Или все только Такого В этом я думаю таких очень больших изменений В ближайшем будущем я не вижу Это связано с тем, что государственные деньги Госбуджетные деньги Которые направляются на высшее образование Фактически не меняются И в ближайшие годы не предусмотрено Что будут повышаться И это значит, что примерно одна треть из студентов Или на данный момент даже одна четверть Если мы учитываем всех студентов Очных, заочных студентов Которые учатся за госбуджетные средства Остальные платят сам за свое обучение И конечно в этой ситуации Довольно ясно, что должна быть какая-то система Которая определяет В каких отраслях, в каких программах Эти госбуджетные средства поступают И на данный момент все-таки довольно ясная система Что эти деньги В первую очередь идет так называемый STEM программы STEM это называется Которые это точные науки Естественные науки Сельское хозяйство Здравоохранение Вот эти науки идет А все гуманитарные и социальные науки Это в основном реализуется За счет самих студентов Которые платят за свое обучение Конечно есть небольшое количество Госбуджетных мест Но это конечно где-то на 10% И все покрывается и всех студентов Которые в этих направлениях обучаются И в этом отношении я не предвижу больших изменений Потому что если нет других денег Какая-то система должна быть Куда идет деньги И конечно если мы смотрим с точки зрения Народного хозяйства То именно инженеры Все технологические вопросы Естественные науки Там действительно Недостаток рабочей силы Очень Ну такое Хорошо Мы можем это Как-то Хорошо обосновать Но другая система Может быть Если Эти деньги на Обучение Высшего Уровня Высших школ Повышаются И ну мы Приходим Такой ситуации Как например В Эстонии Или в северные страны Ну где в основном Все обучаются За госбуджетные средства Это значит Через налоговую систему И конечно В такой ситуации Уже Приоритет Появляется Не тому Как Какое-то Министерство Или Совет По высшему образованию Или Может быть Какому-то другому Госучреждению Которые Теперь Пытаются Предвидеть Какие специальности Через 5 Через 10 лет Будут нужны Это уже Перекладывается Фактически Ответственность На самих Рефлектантов На самих студентов Их родителей На решения Принятые в семье Ну Куда И в принципе Северные страны Показывают Что эта система Конечно Хорошо работает Потому что У них Фактически Система Ну Очень Такая Эластична Приспосабливает Ситуации И нет Никаких Таких Больших Проблем Из-за того Что Нет Никакого Государственного Определения Куда Кто Должен Идти А это Полностью Это выбор Моя Свободная Воля Куда Я подаю Документы И за госбуджетные Средства Обучаюсь И фактически Все отрасли Которые нужны Для народного Хозяйства Или для Общества В целом Развивается Но Это В той Ситуации Если Всем Есть Госбуджетные Средства Пока Это Нет Мы Должны Как-то Это Деньги Направлять Определенные Отрасли Еще Одна Актуальная Проблема Которая Мы тоже С вами Говорили Какое-то Время Назад Что Есть Очень Много Неопределившихся Людей Которые После 12 Класса Идут Через Полгода Или Через Понимает Что Им Тут Не Место Или Они По Успеваемости Не Могут Потянуть Либо Они В своих Желаниях Как-то Меняют Приоритеты Что С Этими Цифрами Они Как-то Меняются Больше Меньше Становятся Или Примерно Устойчив Фактически Эти Цифры Не Меняются И Довольно Связаны Эти Цифры В Таком Не Успеваемости Или Не Успеваемости Или Не 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 Успеваемость Нежелание Продолжать Обучение Какой-то Программа Это Довольно Такая Стабильная Система Потому Что В Социальных Науках Эти Цифры Больше Даже 30% Которые Первые Годы Обучения Покидает Свою Обучение Учебу Ну Средним Где-то 15% Которые В первый Год Покидает Учебу И Это Фактически Это Ничего Такого Очень Странного В этом Нет Потому Что Если Мы Так Пытаемся Ну Попасть В эту Ситуацию Рефлектанта Ну Если Ну Там 900 Программ Ну Ладно Будет 600 Или 500 Но Это Не Меняет Саму Проблему Но Это Огромное Количество Куда Можно Ити Многие Многих Есть Хорошая Способность Закончили Среднюю Школу Не Могут Ити Где Математика Не Могут Ити Где Языки Или Другие Гуманитарные Науки И Они Просто Таком Ну Глаза Разбегаются Да Они Могут Понять Ну Куда Податься В Какую В Какую Куда Ити И Когда Они Начинают Обучение Они Более Четко Понимают Или Это Направление Им Соответствует Или Это Абсолютно Что-то Что-то Они Попали Не В То Русло Куда Они Желали Или Может Быть Направление Их Интересует Но Вот Именно Этот Вуз Это Программа Не Соответствует И Ну Я Там Не Можем Упрекать Ни Одного Просто В Социальных Науках Тем Более Они Сам Плотят За Своё Обучение Но Они Попробовали Не Получилось Ну Те Предметы Те Модули Которые Они Завершили Где Они Уже Получили Оценку Фактически Эти Не Пропадают Они Эти Могут Использовать Если Они Продолжают Других Программах Обучение Другой Год Поступают Ничего Не Идет Как-то Ну Что Это Полностью Истяжает Ну Конечно Если Начал Учиться Например Психологии Потом Все-таки Выбрал Медицину Или Инженерной Науки Наверное Будет Трудно Что-то Переставить Уже И Учитывать Уже В другой Программе Но Есть Многие Такие Родственные Программы Где-то Очень Хорошо Удается И По большому Такому счету Это Не какая-то Проблема Латвии Это Во всем Мире Это Проблема Что Начиная После Средней Школы Высшая Школа Очень Фундаментально Отличается От средней Школы Или от Общего Образования И Конечно Здесь Ну Как быстро Кто Приспосабливается Ну Например Американская Система Высшего Образования Потому Уже Издавна Пришла К выводу Что лучше Ну Университетском Образовании Что если Это University College Университетский Колледж Который Общее Высшее Образование И Который За Четыре Дает Общее Высшее Образование С Каким-то Направлением Но В принципе Это Не Поступаешь Университетский Университетский Колледж А после Этого Можете Медицину Юриспуденцию Можете Инженерные Науки Многие Другие Потому Что Эти Первые Четыре Года Просто Человека Приспосабливается К новой Жизни Но Это Очень Дорогая Система В Европе Это Как-то Не Нашла Судор Приспособления Вот Интересно Все-таки Поскольку Мы знаем Что Связанные С пандемией Были Серьезные Ограничения Для многих Стран Не остаются Есть Такие Погнозы Что Все-таки В этом Году Больше Латвийских Выпускников Школ Останутся В Латвии И будут Поступать Латвийские Вузы Есть Хоть Какие-то Предварительные Данные Которые Это Подтверждают Что Действительно Больше Молодых Людей Говорят Да Вот В этой Ситуации Я буду Учиться В Латвии Ну Пока Нет Пока Нет Есть Такие Ну Ну Не Прямие Какие-то Наметки На Что Это Так Может Быть Такой Сценарий Это Связан С Так Назваем Открытые Двери Когда Были Разные Мероприятия И Фактически Все Вузы В том числе Три Рижские Университеты Сообщали Что Ну Такое Наплывство Рефлектантов Как в этом Году Никогда Раньше Не было Ну Это Может Быть Такой Показатель Что Просто Интерес Насчет Обучения В Латвии Выше Но Как Это Будет Осуществиться Потом Уже В реальной Жизни Это Мы Только Увидим Но Первые Такие Наметки Будет 2 Августа Потому Что 13 Июля На Следующий Понедельник Начинается Электронная Подача Документов Идет До 2 Августа 3 Августа Там Еще Последний День Когда Можно Подписать Документы Электронным Способом Или Уже Таким Традиционным Способом На бумаге Но В любом Случай Это Только В начале Августа Первой Недели Мы Увидим Насколько Эти документы Подали В наши Вузы Но То Что В этом Году Предсматривается Что Будет Большая Такая Ну Неясность Может Даже Скажем Неразбериха Вот Кто Куда Подает Документы Куда Попадает Куда Нет Это Первый Раз Во всяком Случа Я Как-то Не Припоминаю Что Многие Вузы В том числе Частные Вузы Особенно Они Уже Сейчас Говорят Что Документы На Первый Учебный Год Можно Будет Подавать До 30 Сентября Это Раньше Не Был Никогда Никогда Не Был И В принципе Сколько Я знаю То И Государственные Вузы Особенно Платные Программы Они Все То же Самое Предусматривают Но Пока Не Рекламируют Все Конечно Хотят Чтобы До Первого Сентября Все Было Оформлено Все Места Полные Но В любом Случае Это Первый Раз Что Довольно Большое Количество Частных Вузов Уже Ясно Уже В интернете Можем Прочитать Что 30 Сентября Можно Подавать Документы Да Но Еще Непонятно Что Будет С Иностранными Студентами Там Еще Большая Проблема Я думаю Что Это Самая Большая Проблема Потому Что У нас Уже Несколько Вузов Это Ну В первую Очеред Юридический Университет Страдения Технический Университет Тури Ибо Ну Это Первый Который Идет Как-то По Этому Учету Где Очень Большое Количество Иностранных Студентов Конечно Там Эти Меры Ограничений Могут Повлиять Очень Серьезно Потому Что Мы Видим Какая Лобильная Эта Ситуация Ну Вот Там Позволили Уже В Августе Там Можно Будет Организовать Мероприятия Три Тысяч Вот Там Семь Заболели Один День Другой День Семь Заболели Сегодня Уже Читаем О нет Наверное Опять Надо Будет Какие-то Но Более Серьезные Ограждения И Ограничения И В этой Ситуации Министерство Образования Ну До Сегодняшнего Дня Например Никак Не может Сказать Ну Как же Начнется Следующий Учебный Год Не Только вузах Но и школах Но Тогда будет Очное Обучение Или будет Какое-то Дистанционное Обучение Опять Опять Будет Онлайн И Конечно Это Очень Четко Отзывается На количество Иностранных Студентов Ну Кто же Будет Платить 10 тысяч Юра За обучение Например В медицине Если он Должен Сидеть Дома И Работать Из дома Ну Это Конечно Просто Невозможная Ситуация И Поэтому Сколько Я знаю То Все Те вузы У которых Большое Количе Иностранных Студентов Они Очень Сейчас Пересматривают Свои Буджеты В первую очередь Потому что Это В первую очередь Конечно Называется На буджетной Ситуации Вуза И Там Могут Быть Очень Большие Изменения Но Опять Надо Сказать Что Латвия Конечно Не Одиноко В своих Опасениях Потому что Если мы Смотрим И читаем Что происходит В Великобритании Соединенных Штатах Австралии Ну Основные Три Направления Куда Идет Самые Большие Потоки Иностранных Студентов Из всего Мира Там Вообще Полная Неразбериха Что же Будет Что же Не будет И там Не миллионные А миллиардные Потери В этом отношении И конечно Латвийские Проблемы Для них Конечно Кажется Что у нас Полный рай В этом отношении Но Но мы Живем здесь И у нас Есть у нас Свои проблемы Так что Я думаю Что местными Латвийскими Студентами Я думаю Что Фактически Все обузы Будут Обеспечены Если так Можно сказать И там Больших проблем Не будет Но иностранными Студентами Особенно Потому что Есть большое Опышение Что иностранные Иностранцы Вообще Могут Привезти Этот Ковид Сюда В Латвии И там Может быть Эти ограничения Более Строгие Чем Для местных Студентов Там Конечно Есть Но Еще Много Вопросительных Знаков Где Ответа Пока Нет Есть ли Думаете ли Вы о такой Тенденции Некоторые Специалисты Тоже Говорили В этой студии В том числе Что люди Которые Например Лишились Работы По тем Или иным Причинам Из-за Пандемии Что они Сейчас Могут Например Пойти Учиться Тот Кто Либо Хочет Поменять Как-то Направление Либо Решил Доучиться Или Еще По каким-то Причинам Что Может быть Вот этот Поток Студентов Там Не знаю 25 30 И Больше Плюс Что Тоже Может быть Некое Увеличение Вот этих Студентов Таких Уже Ну я думаю Что эти Прогнозы Полностью Будут Усуществляться В жизни Это все В северных Странах Где Есть Государственное Обучение Государство Плотит И конечно Там У них Есть Все Уже Признаки Что Это Количе Местных Студентов Будет Очень Явно Будет Увеличиваться В Латвии Например Я Склонен Думать Что Очень Больших Изменений Не будет Потому что Ну Те Которые Претендуют На госбуджетные Места Те Претендуют Там Каких-то Ну Новых Потоков Я Особенно Не вижу Или Которые Смогут Составить Конкуренции Ну Просто Госбуджетных Мест Сколько Есть Столько Есть И из-за Того Что Будет Больше Заявлений Подачи Документов Это Количе Мест Не Увеличивается А Уже На Платные Места Конечно Сейчас Большие Надежды Возлагаются На Новую Кредитную Систему Которая Вводится В этом Году И Там Есть Как Это Ну Там Ну Одним Словом Там Это Государственная Система Алтум Введена И Там Новая Система Как Гарантии Кредитов Там Конечно Есть Какие-то Надежды Что Это Количество Кредитов Будет Больше И Возможность Получить Кредитов Будет Более Ну Такие Доступные Эти кредиты Но Но Так и так Это Где-то Несколько Пару Тысяч Это Не Огромное Количество Студентов И На На Если У нас 80 тысяч Студентов И 23 тысячи Учатся За Госбуджетные Средства Тогда Ясно Что Ну Там Два Или Три Тысячи Больше Кредитов Это Какой-то Ну Полностью Изменить Всю Систем Практически Невозможно Так что Но Если Откуда-то У людей Появятся Новые Средства Чтобы И Учиться За Сво Счет Да Это Тогда Мы Могли Так Думать Но Я Не Вижу Ресурсов Я Не Вижу Источников Для Этих Дополнительных Денег Для Обучения Вузов В Латвии Может ли Вообще Эта Ситуация В Которую Мы Последние Несколько Месяцев Пребывали И В общем Мы Видим Что По Миру Тоже Меняется И Кто-то Говорит Что Некоторые Профессии Исчезнут Кто-то Говорит Что Профессии Поменяют Свой Вид Видите Ли Что Некоторые Может Быть Какие-то Новые Направления Будут Открываться Что-то Будет Закрываться И Уже Перестанет То Как Учили Например Даже Два Года Назад Сегодня Уже Может Быть Не Актуально Например Ну Это Конечно Этот Процесс Конечно Проходит Изменения Какие-то Профессии Исчезают И Появляются Это Непрерывный Процесс Но Конечно Это Глобальный Кризис Пандемии Это Очень Ускорило Эти Процессы И Именно То Все Все Те Профессии Которые Выявили Что Можно Работать Издом Можно Работать Издом Ну Как-то Такой Это Дистанционной Ситуацией Работать Это Конечно Здорово Изменило Ну Ситуацию Рабочем Ринке И Даже Такие Ну Уже Мысли О том Как Вообще Организовать Работу В многих Отраслях Особенно Это В социальных Науках В разных Услугах И Конечно Здесь Мы Можем Предвидеть Что И В программах Обучения Придется Делать Какие-то Изменения Ну Как Например Каким-то Аналитиком Или Ну Может Бый Который Работает Бухгалтерии Проблемы Будет С обучением Компьютерных Наук Программирования Компьютерных Наук Потому Что Здесь Есть Много Таких Ну Аналитических Данных Как Фактически Оказывает Что То Что С одной Стороны Надо Много Специалистов По IT Технологиям Оказывает Что Надо Много Но Не Тех Которые Подготавливаются И В этом Отношении Именно Эта Пандемия Показала Что Фактически Надо Другого Рода Специалисты Не Те Которые Сидят В Офисе И Там Помогают Там Какие-то Провода Соединять Или Что-то Появляются Другого Рода Навыки Нужны И Оказывается Что В многих Ситуациях Не Нужно Бакалаврское Или Магистровское Обучение А именно Колледжское Обучение Очень Хорошо Справляется Со Всеми Этими В рамках Компетенции Что Нужно Вообще В IT Технологиях Я думаю Что Именно Эти Отрасли Где Самый Большой Спрос На Эти Специальность Там Появляются Самые Большие Изменения В медицине Ну Что Лечили И Прораз Лечить Например Архитектура Многие Другие Отрасли Где Очень Изменение Рабочей Среды Вот Этих Отношений Все Изменяет Всю Структуру Самой Отрасли Вот В этом Отношении Конечно Будет Большая Конкуренция И Те Вузы Которые Самые Первые Справятся Или Почувствуют В каком Направлении Надо Идти Те И Вы И Большая 7 212 93 9 6 7 212 93 9 Есть у вас еще время можете задать вопрос глава совета по высшему образованию я не светер у нас в студии вот у меня еще вопрос по поводу вот этого справится или не справится насколько сейчас вообще актуально становится вопрос о разделении факультетов то есть например тот же медицинский факультет они должны быть чуть-чуть наверное там маркетологами чуть-чуть айти специалистами потому что у них там тоже новые технологии в медицине Ну то есть как бы все все вот настолько смежно становится да те же архитекторы которых вот у них тоже они должны новыми технологиями как-то уметь справляться с этим Да но это такая это это развитие идет как бы противоречивый два противоречивых потока с одной стороны более узкой специализации дает более высокую продуктивность и в том числе в медицине и многих других отраслях чем более узкий специалист тем продуктивность в этой узкой специальности у этого специалиста выше с другой стороны на все так быстро меняется что с другой стороны те у которых есть более широкий взгляд на проблемы или более такой эластический подход эластичный подход осваивание новых технологий новых подходов и те выигрывают вот в эти периоды когда проходят быстрые изменения как на это реагировать вузу ну вуз вузу есть одно большое преимущество вуз не особенно такая ну как бы как это лучше сказать вуз работает медленно Такой более консервативный Да более стабильный более такой консервативный особенно университетское образование конечно это с одной стороны всегда большой упрек вузов что вот вы там отстаете в этой отрасли уже то 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 а вы еще там учите какие-то там старые знания или старые навыки но с другой стороны это и большой плюс вузу потому что вуз дает фундамент который потом позволяет этим выпускникам уже абсолюентам выпускникам из этих программ обучения более быстро приспосабливается непредвидимым разным ситуациям и и я думаю что по большому счету все таки вузы не должны потерять все свою эту специфику что фундаментальное обучение какая-то часть программы где есть это фундаментальные навыки фундаментальные знания это не потерять потому что это не в одном другом месте наши студенты потом уже выпускники они не могут эти знания получить у них нет времени негде это потом получить но это дает вот эта возможность быстро приспосабливаться но как как создать такую программу чтобы было фундаментальные знания и навыки но с другой стороны открытый ум и быстро чтобы быстро видеть все поле где происходит эта профессиональная деятельность ну вот это вопрос таланта вопроса разных таких может быть мелочей но в этом и есть конкуренции между вузами я думаю что должен сказать и те которых это удается туда и молодые люди поступают и там мы должны смотреть фактически и не стойко другие рейтинги как смотреть репутации вузов потому что это очень важный показатель надевайте наушники успеем принять один звонок доброе утро здравствуйте да пожалуйста ну вопрос такой как мне кажется как мне кажется по моему у нас университетов высших учреждений слишком много их как минимум надо было бы наполовину сократить а остальную половину что осталось не знаю две-три высшие школы там сделать одну администрации чтобы не тратить деньги на все эти управления управления бессмысленные потому что тогда бы деньги можно было бы направить именно на образование и как скажем как скандинавских странах у нас столько вузов это вообще бессмысленно такой маленькой латвии там ничего не учат у нас по сути люди идут учиться высшее образование потому что в госуправлении напихали везде так что надо высшее образование поэтому всем просто надо бумажка таких реальных людей какой-нибудь там научной работы в латвии по сути нет спасибо большое ну наверное это часто мы слышим кстати иногда чиновники министерства образования время от времени говорят что и даже министры что ну да много у нас вузов да но это такая с одной стороны это конечно одна из отраслей мифологии конечно что но количество вузов что количество вузов само по себе указывает или на большое высокое качество или низкое качество или количество вузов в каком-то смысле объясняет продуктивность и непродуктивность высшего образования с одной стороны конечно я могу согласиться с радиослушателем что конечно в латвии относительно много высших учебных заведений потому что у нас в латвии позволено как государственные так частные вузы и частные государственные колледжи и частные колледжи и если мы сравниваем с северными странами там практически нет частных значит уже мы должны уже на половине уменьшается если как он предлагал радиослушатели наполовину уменьшить потому что у нас латвии вообще есть 16 государственных вузов если у нас 16 государственных вузов с одной стороны это много но с другой стороны в латвии есть политическое решение насчет полицентрического развития страны да и конечно если мы смотрим только по денежным соображениям конечно все вузы могут быть сконцентрированы только в риге но если мы смотрим по этому и конечно политическое решение это соответствует каком-то смысле решение ну ну таким желанием избирателей что у нас есть разве развитие тоже других городах не только в риге и потом у нас есть вузы валмире резекне даугавпилс липая венспилс ялгав у нас есть региональные вузы и если у нас есть региональные вузы конечно у каждого вуза есть своя администрация ми начали разговор на счет консорции но с другой страны как могут быть центральная администрация для вуза где один кампус будет лепай один лгавпилс конечно это будет фикции если кто-то скажет что это будет одна администрация потому что это 450 километров между вузами и никакой там но такое посредневное управление не может быть из одного из одного поста высшего администратора так что у нас есть три вуза которые у нас академии художеств художеств музыки и культуры которые очень специфические по своему отрасли и фактически у нас но такие вузы которые мы мы можем говорить ну надо ли надо это банковская академия это академия мореходства это ну вот академии спорта да ну есть конечно какие-то вузы но но принципе каждая есть своя своя специфика в латвии найдется студент на него нам пора заканчивать на сегодня глава совета по высшему образованию я не света была у нас студия